Они какие-то очень быстрые. Ури говорил, что у каждого человека есть кнопка. Ня-я-я! Наваливай! Здравствуйте, зрители канала журнала Мото. С вами Денис Панферов. Тема нашего сегодняшнего репортажа эндуро-мотоциклы компании К2Р, представленные у нас компанией Моторика. Общего у этих мотоциклов хром-либденовая рама, переднее колесо 21, заднее 18, база 1485 мм, дорожный просвет 350 мм, внушительная такая цифра, и высота по сиденью 960 мм. У всех пяти мотоциклов в этой серии, правда, сегодня у нас с нами только четыре, но про пятый мы тоже расскажем. Эти цифры будут одинаковые. Что еще общего? Бак на 9 литров бензина. Комплектация примерно одинаковая у всех. Это такие хорошие фрезерованные складные рычаги, защита рычагов, стропы передняя-задняя для вытаскивания мотоцикла из грязи зрителями, алюминиевый маятник, алюминиевые обода и ступицы, хорошие тормоза, и хорошая шкурка на сиденье, которая не пачкается грязью, которая такая пупырчатая, которая обеспечивает хорошее сцепление с вашими штанами. По электричеству все очень просто. Есть у всех хорошая светодиодная фара, ярко светящая, есть счетчик моточасов, есть ключ зажигания. В принципе, мотоцикл, оставленный в деревне рядом с магазином, не укатят, заведя его. Нет стоп-сигналов, он должен появиться немножечко в будущем. Из защиты на мотоциклах есть защита рычагов, защита картера, пластиковая защита заднего тормозного диска снизу, защита пластиковая накладочка на суппорте заднем сверху. Мы расскажем про четырехтактные модели по мере роста цены и кубатуры и отдельно расскажем про двухтактную модель, которая тоже присутствует в модельном ряду. Модель K2R 250 EFC. Что обозначают эти буквы? E обозначает эндуро, 21-18 колеса. F значит четырехтактный мотор. C обозначает карбюратор, система питания. Это самая простенькая модель на моторе Zonction 172FMM. Это копия хондовского мотора восьмидесятых годов, который ставился на XR 250. То есть такой простенький двухклапанный одновальный мотор с воздушным охлаждением. Это такой очень неприхотливый моторчик. Выдает он 21 лошадиную силу, не блещет какой-то экстра мощностью, но зато он тяговитый, неприхотливый, не ломается вообще и не требует частого и кропотливого обслуживания. Карбюратор 30-миллиметровый Nibbe, обычный такой с цилиндрической заслонкой, в коробке 5 передач. То есть это действительно такой очень простенький, недорогой мотор, благодаря которому цена мотоцикла составляет 220 тысяч рублей. Это ощутимо дешевле, чем все остальные модели в этом ряду. Несмотря на то, что эта модель считается бюджетной, она сделана очень дорого, богато, хорошо. Вот посмотрите, у нее фрезерованные траверсы, причем с хитрым креплением не два винта одновременно, а вот с таким вот, с разнесенным креплением, винтик здесь, винтик здесь. Это дает большую жесткость и более аккуратное объятие пера вилки. У нее хром-молибденовая рама с очень аккуратными сварными швами. У него 48-я передняя вилка. Обычно бюджетной модели ставится 41-43, здесь прям стоит жирная 48-я вилка, у которой есть регулировки гидравлики сжатия отбоя, и у которых есть клапаны для выпуска лишнего воздуха после тренировки. В задней подвеске стоит копия амортизатора WP старенького. Он тоже, он делается в Китае, но это прям копия австрийского амортизатора. И в целом, по каким-то вот вещам мелким, этот мотоцикл тоже, вот где ни поскреби, видно, что люди не экономили. Есть два подхода. Первый подход это сделать что-то дендрофикальным методом, и потом уже вот на те места, которые укажут потребители, что они плохие, делать какие-то апдейты, что-то улучшать. А второй подход это сразу сделать хорошо. Вот Ка-2Р пошло вторым путем и попыталось сразу эти мотоциклы сделать хорошо. В целом, у них получилось, потому что даже если пытаешься придираться к мелочам, то замечаешь, что над мелочами работали, их исправляли, и сразу сделано было неплохо. Ну, например, руль здесь сразу стоит переменник, не просто 7,8 по всей длине, а с хорошим центром и из нормального жесткого алюминия, который выдерживает падение. Стоят металлические защиты рычагов. Это не просто пластиковая такая вот, щиточек, который, ну, типа поставили и ладно, или флажок даже. А здесь прям стоит металлическая защита с железякой здесь, с металлическим креплением, и оно тоже работает при падениях, оно не гнется, оно не проворачивается. Батончик. Обычно, ну, ставится обычно такой батончик кругленький. Здесь поставили хитрое, об которой грудью биться даже будет почетно. Ход передней подвески 270 миллиметров, ход заднего колеса 300 миллиметров. Сухая масса у этого мотоцикла 119 килограмм, снаряженная 125,2. Это наименее спортивный из аппаратов. В нем, конечно же, в какой-то гонке в классе профи делать нечего, но для того, чтобы покататься с друзьями по лесу, и для того, чтобы вот именно войти в мир эндуро, это будет очень хороший вариант. Мы с ним заканчиваем, переходим к более профессиональным спортивным мотоциклам. К2Р300ЕFC. 300 – это не про тракториста, это объем, хотя честный объем здесь будет 282 кубика. Е – эндуро, F – четырехтактный, C – карбюраторный. Здесь стоит мотор Зонгшин 182МН, 100 – значит одноцилиндровый, 82 – это диаметр в миллиметрах у поржня. Карбюратор стоит НИБе ФЦР 39, это более навороченная версия, плоскодроссельный гоночный карбюратор, копия Кихина, в коробке 6 передач. На этом мотоцикле стоят подвески, копия WP, эксплор серии спортивной, передняя вилка тоже 48 мм, но она настраивается в большем диапазоне и может больше, и у нее больше ход. Если у предыдущей было 270 мм, то тут честных 300. Сзади стоит амортизатор, копия WP, эксплор тоже. Ход задней подвески 320 мм, он тоже чуть больше, чем был на предыдущем мотоцикле. Сами по себе эти подвески более качественные, и люди, которые разбираются в том, как работают подвески, оценят прям тот прогресс, который достигли китайцы в деле подвесок. По гидравлике, гидравлика сжатия, гидравлика отбоя, и задний амортизатор тоже есть, и сжатие отбой, и преднатяжение пружины. 32 силы можно было выжать только на 4-клапанном моторе с водяным охлаждением. Здесь стоит 4-клапанная головка, 2 вала с прямым приводом, 4 клапана на цилиндр, и водяное охлаждение. Как и на предыдущем мотоцикле, здесь выхлоп сделан из нержавеющей стали, но тут еще добавлена такая резонационная камера Powerbomb, которая дает подпор в диапазоне рабочих оборотов 7 до 9, для того, чтобы мотоцикл полностью раскрывал свои возможности по мощности. Итак, водяной мотор, двухвальный, 32 лошадиных силы, и хороший качественный выхлоп с расширителем Powerbomb. Сухая масса этого мотоцикла 123,1 кг. Как вы видите, водяное охлаждение и радиаторы чуть-чуть добавили к массе. Снаряженная масса 128,8 кг. Цена 360 тысяч рублей. Совершенно в этом же кузове есть мотоцикл, который называется 300 EFE. Enduro 4-stroke EFI. Значит, электронный впрыск топлива, там стоит впрыск Bosch, он стоит 425 тысяч рублей, подороже, чем карбюраторная версия, но при этом он точно такой же по массе, и он точно такой же по мощности, те же самые 32 лошадиных силы. Но электронный впрыск топлива, соответственно, у вас не будет проблем с зимними и летними жиклерами, и с настройкой мотора на высоте в горах и на равнинах. K2R 450 EFC. Это карбюраторная 450-ка с мощностью 50 лошадиных сил и моментом 37 ньютонов на метр. Двигатель стоит Zonction 194MQ. Это двухвальный четырехклапанный мотор с водяным охлаждением, который выдает 50 лошадиных сил и который, в принципе, достаточно длинноходный, поэтому у него очень тяговитый мотор, у него хорошие низы, середина, и наверху он крутит до 9000 без проблем. Подвески стоят такие же, как на 300-ке. 48-я вилка, копия WP-Explore, моноамортизатор, копия WP-Explore, все те же самые регулировки, точно так же удобно все это регулируется. В принципе, сама компания К2Р уверяет, что запчасти для подвесок, вот пружины под разный вес райдера и клапана будут тоже доступны отдельно, чтобы можно было, не обращаясь к фирменной продукции WP, отстроить под себя подвески на мотоциклах К2Р. Сухая масса этого мотоцикла 128,1 кг, снаряженная масса 133,8 кг, стоимость 430 тысяч рублей, на 5000 рублей больше, чем впрысковая трехсотка. Понять, что эти мотоциклы могут на кроссовой эндурной трассе, нам сегодня поможет Сергей Стерин, настоящий внедорожный человек, который сейчас сам расскажет, чего он добился в мире внедорожных гонок. Да, всем привет, меня зовут Сережа Стерин, я давно увлекаюсь мотоспортом и занимаюсь этим на профессиональной основе, у меня хорошие показатели и достижения по гонкам. В целом, я не фокусируюсь на какой-то отдельной дисциплине, я просто катаюсь на оффроудовых мотоциклах, мне нравится эндуро и кросс, я люблю попрыгать и по бревнам поскакать, и сегодня с удовольствием протестирую всю линейку мотоциклов бренда К2Р, мы не первый раз сотрудничаем, я всегда рад поэксплуатировать технику. Сергей Стерин, иди переодевайся, я расскажу про этот мотоцикл и вступаешь ты. Окей. Последним мотоциклом в нашем обзоре будет совершенно уникальный 250 ETC, как вы видите изменилась одна буква, вместо буковки F в середине стоит T, T значит two stroke, это настоящий двухтактный двигатель с мотором ланчин MT250, который является копией ямаховского мотора Ланза 230. Это двухтактный 40-сильный мотор с объемом 224 кубических сантиметра и выдает он свои 40 сил на 8000 оборотов в минуту. То есть это не верховой мотор, а такой серединно-верховой мотор, который подходит больше не для кросса и для эндуро, потому что у него есть средние обороты, хорошие, на которых можно работать, на которых прыгать через бревна. Но при этом на верхах он тоже может, потому что 40 сил для такого маленького движка это хорошая цифра. Карбюратор здесь стоит Nibi N38. 38 это диаметр диффузора в миллиметрах. Карбюратор такой с цилиндрической заслонкой достаточно простенький. В двигателе 6 передач и несмотря на вот эту лапку кикстартера, электростартер здесь тоже есть, с кнопки мотоцикл заводится хорошо и бодро. Проблем с тем, чтобы его раскикать после падения. Нет, потому что нажал на кнопку и он заводится. Если внимательно присмотреться к подвескам этого мотоцикла, то будет видно, что они немножко отличаются от четырех тактников. Сделано это за счет того, что здесь нет прогрессии крепления амортизатора к маятнику. Здесь он крепится напрямую между маятником и рамой, но подвески стоят те же самые. 48-миллиметровая вилка копия WP-Explore и задний амортизатор копия WP-Explore, который тоже делается на заводе Каяба в Китае. Сухая масса мотоцикла 118 килограммов, снаряженная 124,5. Стоимость этого мотоцикла 370 тысяч рублей. По электричеству он от четырех тактников не отличается. У него тоже стоит светодиодная фара, хорошо светящая, есть счетчик моточасов и в принципе все, ни стоп-сигнала, ни поворотников на нем нет. Ну, пока нет, может быть будет, но про перспективы я расскажу чуть-чуть попозже, когда мы уже будем рассказывать про то, как это все едет. Наш гонщик уже переоделся, сейчас мы его сажаем в седло на все четыре мотоцикла, он проезжает и я надеюсь он с нами поделится своим мнением о том, как эти мотоциклы едут по подготовленному стадиону, кроссовому и эндурному. Предлагаю начать с самого простенького, с воздушника четырехтактного. Вот с этого. 250-ка воздушное охлаждение, 172-й мотор всеми излюбленный. Субтитры сделал DimaTorzok Расскажи, как тебе воздушная 250-ка? Ну, отлично, моторчик тяговитый, снизу хорошо прет на любой передатчике, не хватает много верхушки, по подвеске есть вопросы, конечно, по рукам периодически бьет, но для преодоления препятствий небольшим ходом, так скажем, довольно комфортный мотоцикл. Дальше, когда появляется уже больше ход, подвеска начинает не хватать, не хватает подхвата движка, но на начальном уровне поелозить, по камням, по бревнам то, что надо. В целом, как бы он нормально прет, он нормально рулится, он легкий, он выполняет свою функцию, но не хватает у него подвески, не хватает у него подхвата на верхушке, то есть, когда идешь на нем ходом, он начинает, ну, его не хватать начинает, но если с малой ходом передавать препятствия, то, что надо на начальном уровне И на скорости выше минимальной начинается уже дискомфорт Но этого достаточно, чтобы ездить в профессиональный стадион по дисциплине Enduro Cross Все понятно Меняем мотоцикл Поедем на 450 на Водянке Самым лютом мотобайке в парке в линейке К2Р И на этом мотоцикле мы сейчас поскачем трамплины Посмотрим, как он ведет себя в воздухе Рассказывай про 450 Ну что ж, 450 значительно интересней лично для меня Лютый? Ну не сказать, что прям лютый Он щадящий, с плавненьким таким подхватом Но с хорошим запасом мощности На этом мотоцикле реально можно поагрессивнее перемещаться Сейчас я ему дал реально немножко погудеть мотором На полигоне Он уже заработал здесь вентилятор То есть мы дали ему прокипятиться нормально В целом мотоцикл хорошо себя ведет Очень приемистый, хороший у него подхват То есть он реально вывозит там из поворота на третьей передаче Беззатычный, плавным набором хода Единственный момент по подвеске Передок как бы конкретно прибивает Плюс за счет развесовки мотоцикл часто Мотик вылетает с задним колесом наверх Но за счет повышенной передачи И раскрута мотора Можно контролировать мотоцикл в полете комфортно Но тем не менее, не надо забывать, что это эндуро мотоцикл Он не предназначен для кросса профессионального уровня Тем не менее, на нем можно нормально летать И это в целом комфортная, прикольная тачка Чувствуется, что он тяжелее? Да, конечно, этот мотоцикл чувствуется, что он более массивный По-другому ездит, по-другому рулится Ну, вес напрягает или вес терпит? Ну, меня не напрягает В линейке этих мотоциклов мне это больше всего нравится Несмотря на то, что он потяжелее И по-другому рулится, мне на нем гораздо комфортнее перемещаться Потому что есть больше подхвата на верхушке Я вот люблю верха в кроссе, без этого никуда Расскажи про четырехтактную трехсотку Ну, отлично аппаратик, я с ним уже знаком И хорошая тяговитая машинка Точно так же с меньшим подхватом на верхушке В отличие от 450 Но такая она как будто более сбалансированная Более такая компактная Руль все как-то по-другому едет Не думаю, что здесь большая разница в весе Но чуть ощущается, что мотоцикл чуть другой Вот если ее сравнивать с двухклапанным 172 мотором Прирост по мощности сильный Ну, конечно Оправдывает те деньги, что за него дороже хотят Да, здесь есть реально подхват на верхах То есть этот мотор, когда раскручивается, он начинает ускорять Что имеет большое отличие от 172 мотора 172 именно такой низовой Поковыряться, куда-то там заехать Этот мотоцикл все-таки начинает ускорять На больших оборотах это чувствуется И в этом как бы большой смысл в своем мероприятии Подвески? По подвеске здесь, во-первых, вилка, по-моему, по-другому настроена Она более жесткая, мне она больше нравится, как работает Ну, в общем, это что надо сказать, что здесь такая же хорошая подвеска Но просто настроена по-другому На этой гораздо комфортнее скакать Мне она больше нравится, ее не пробивает Гонкам готов мотоцикл? Ну да, конечно Любой мотоцикл готов, в принципе, к гонкам На этом мотоцикле можно показать результаты Собственно, это ни для кого не секрет Много профессиональных райдеров поддерживают китайские бренды И ребята могут показать результат на любой технике Естественно, более прокаченные бренды, дорогие Дают больше легкости при езде Можно показать лучший результат Но на этом можно показывать результат тоже Как говорится, плохому танцору и все такое В общем, главное уметь ездить Нам осталось только двухтактных Расскажи, как тебе два Т с зопухом? Ну, это вообще моя тема Я изначально начинал на такой технике рубиться И что может быть лучше двухтактного подхвата? К слову, здесь он не такой демонический Я бы сравнил этот мотоцикл Скорее, наверное, 125 или 200 Если рассматривать мировые бренды Но так как это эндуро мотоцикл Здесь он больше, мотор низовой В целом, придет очень хорошо Также приемисто, тяговито И плавно откликается То есть мотор так нормально настроен Без захлеба Спокойно, на любой передаче везет И делает свое дело По подвеске, по настройкам могу сказать Что здесь пробивать задок То есть здесь надо, ну, в моем случае Жестче зад делать Жестче делать зад Но так как этот мотоцикл, я думаю, имеет прямое предназначение Hard Enduro То и на мягкой подвеске здесь можно нормально развлекаться Скакать по бревнам, перелить подъемы И двухтактная тяга как раз для этого очень хорошо располагает Мощности хватает? Да, вполне Как раз таки на средний уровень То, что надо Без избыточной двухтактной мощности Так скажем, что мотоцикл из-под нас не вылетал Прекрасно И подвесок, и мощности В общем, тоже хватает, чтобы там заявиться Поехать и радоваться Да, вполне Построение китайского эндуро-мотоцикла Похоже на складывание кубиков Lego в готовую конструкцию Другое дело, что кубики Lego могут быть разного качества Все они по форме, по внешнему виду примерно одинаковые Но могут быть сделаны из разных материалов В компании К2Р взяли очень хорошие кубики И сложили их в хорошую ровную конструкцию, которая едет, рулится, тормозит, разгоняется Да, они немножечко разные по мощности мотора и по подвескам Но самый слабый из них, 250-ка воздушная Это такая скорее хобби вещь А остальные уже ближе к спорту И в компании К2Р, которую многие называют, перевозят как kick to race Слово kick имеет очень позитивное значение Kick это пинок, но пинок позитивный Вот пингвин, птица гордая, пока не пнешь, не полетит Вот этот пинок пингвина и есть глагол kick То есть kick to race это может быть таким вот пинком, побуждающим начать гоняться И мотоциклы К2Р вот этим пинком могут как раз и быть То есть именно тот повод, чтобы купить мотоцикл, начать ездить, втянуться И дорасти уже до участия в соревнованиях, пусть даже и в классе хобби Американцы придерживаются идеологии win on Sunday, buy on Monday То есть это воскресные победы, это драйверы понедельничных продаж С мотоциклами К2Р примерно та же самая история Их изначально делали для спорта, поэтому у них даже стоп-сигналов нет Но и стоп-сигналы, и приборки должны появиться уже в следующих партиях Когда рынок спортивный насытится, начнет компания К2Р насыщать рынок Такой обычный утилитарный, для покатушек, для деревни, для оффроуда Такого любительского уровня И тогда появится обязательно и приборная панель, и стоп-сигналы Но это будет чуть-чуть попозже На данный момент это спортивные мотоциклы, которые готовы к участию в соревнованиях любительского уровня С вами был Денис Панферов, видеоканал журнала Мото Будьте счастливы, не падайте, и все будут ездить на эндуро совершенно точно Счастливо!